Два жилых квартала возводятся сегодня в центре Щелково. Это Центральный и Пустовский. У обоих застройщиков есть социальные обязательства расселить часть домов Ветхого фонда. Поэтому оба объекта на контроле администрации района, а проблемные вопросы выносятся на стройчас. О реализации инвестиционных контрактов отчитались руководители компаний-застройщиков. Веста-2001 возводит жилой квартал Пустовский. Один дом уже построен и заселен, в него к тому же переехала детская художественная школа. Начаты работы по следующему. Это 17-этажный дом на 128 квартир. Согласно инвестконтракту, ждут переселения 8 семей, проживающих в подлежащем сносу, доме номер 20 по Первому советскому переулку. В микрорайоне Воронок тех, кто с нетерпением ждет улучшения жилищных условий, еще больше. Строительство жилого квартала Центральный компания «Инвестпроект МСК» начала еще в 2016 году. От графика застройщик отстает, но работы активизировались, и строящийся на данный момент дом обещают сдать в декабре. «Монолитная работа, докладываю, закончена. Осталось 150 кубов уложить монолита. Это выходы на кровлю, лестничные марши на кровлю. Таким образом монолит мы закончили. Осталась кладка. Сейчас, чтобы было меньше высылок на доме, ждем более-менее положительной температуры и удвоим бригады по кирпичной кладке. А так в декабре, как приказано, будем планировать сдачу. В первую очередь 186 квартир». В ходе любого строительства возникают проблемные вопросы. Большинство их застройщики решают самостоятельно, но иногда требуется содействие муниципальных властей. С тем, что нельзя решить на месте, администрация обращается в правительство, в профильное министерство. «Это очень важный проект для нас, потому что в основном любой проект, если он делается на территории, в том числе и в центре города, он предназначен для того, чтобы решить права жителей, которые проживают непригодным для проживания в аренном жилье. И поэтому каждый практически стройчас мы эти вопросы вытаскиваем». Однако, рассчитывая на помощь муниципалитета, застройщики должны помнить и о своих обязательствах. Так, в ЖК «Центральный» в рамках инвест-контракта должен быть построен детский сад. «Надо работать, 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 для того, чтобы было достаточное количество садов, для того, чтобы достаточное количество было школ. И поэтому застройщик тоже обременен этими обязательствами. И не имеет права от них уворачиваться или выскальзывать. Будем за этим следить». Как уже сообщалось, еще семь детских садов по госпрограмме должны быть построены в городском округе Щелково в ближайшие несколько лет. Вопросы выбора земельных участков под них также рассмотрели в рамках «Стройчаса». Ирина Микеда, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».